Добрый день, с вами Юрий Гезберг. 20 апреля в Санкт-Петербурге прошел международный гранд-форум БИТ-17. Я побывал там, записал несколько видеороликов, но в первую очередь я хотел бы вас познакомить с записью выступления Павла Куделина. Ну, во-первых, потому что его выступление, оно близко по тематике к тем вопросам, которые мы обсуждаем. А во-вторых, мне показался любопытным факт, что, похоже, айтишники даже не догадываются о существовании специалистов рынка безопасности, как если бы мы жили на разных планетах. У меня сложилось впечатление, что видео, которое используется в IT-индустрии, оно приносит прибыль не только инсталляторам, оно приносит прибыль тем компаниям, которые его используют в своем бизнесе. Поэтому те стараются использовать как можно более современно, самое лучшее, подчас даже самое дорогое. В индустрии безопасности подход несколько иной. Здесь видеонаблюдение используется для повышения уровня безопасности, но само по себе оно прибыли не приносит, оно является как бы накладными расходами для компании. Поэтому основной подход здесь у нас как можно дешевле, как можно дешевле. Впрочем, возможно, я сгущаю краски. Давайте посмотрим этот видеоролик, который я позволил себе в некоторых местах прокомментировать. Ну а потом мы можем обменяться мнениями. Здравствуйте, господа. Я представлюсь, меня зовут Павел Куделин, я действительно из правовой рынка, но только вот мои коллеги до этого, они скорее производители, дистрибьюторы оборудования, а у меня немножко другая сторона. Я работаю с конечными заказчиками чаще всего и занимаюсь сопровождением проектов, консалтингом. То есть, по сути, я занимаюсь тем, чтобы проект, когда вот его заказчик, когда вот его вы начинаете, чтобы он в результате закончился успешно, чтобы у вас там ничего не накосячилось, чтобы все вот так вот красиво отображалось, как хотелось бы. У меня задача очень простая. На самом деле, я попробую вам очень быстро рассказать про все существующие на данный момент способы передачи видео и аудио. Потому что в этой области, ну, такая большая неразбериха, и я попытаюсь прямо вкратце вам рассказать, что сейчас можно сделать. Потому что, ну, мне кажется, все равно, уже вот много раз говорили, все мы сейчас так или иначе связаны с аудио-видео. Мы в зал пришли, видео есть, мы там в переговорную сели, видео есть. И когда мы строим новые конференц-залы, переговорки, корпоративное ТВ, мы сталкиваемся с вопросом, а как же сейчас по-современному делать? Ну, вот немножко вкратце я попробую сейчас вам это описать. В любом случае, в коммерческих проектах мы с вами передаем один из этих вот четырех видов цифровых видеосигналов. HDMI, DVI, SDI или DisplayPort. У них у каждого есть ограничения по расстоянию, по разрешению, то есть по качеству передачи, то есть по большому счету. Вот те циферки маленькие, которые вы, возможно, видите, разрешение, да, это некий тот максимум, который вы можете получить. В идеальном случае, если вам очень сильно повезет. Но на практике мы всегда сталкиваемся с ограничениями. Помните вот эту вот тему, да, выберите два из трех, качественно, быстро и дешево. Вот то же самое мы должны будем выбрать, когда мы будем говорить про передачу этого видео. У нас есть качественно, у нас есть отсутствие или существующая задержка передачи, есть расстояние. И вот все способы передачи видео, это какой-то компромисс. То есть вы всегда выбираете, там, два из трех. Ну и поехали. То есть само по себе аудио-видео никому не интересно. Оно интересно только в контексте решения каких-то конкретных задач, которые у вас появляются. Задачи, по большому счету, три. Первая – это сопровождение процессов каких-нибудь встреч, переговоров, принятия решений, все, чего угодно. Вторая группа – это корпоративное ТВ, когда вы своим собственным сотрудникам чего-то вещаете, какую-то информацию доносите. И третья область – это диджитал сайдочек, когда вы клиентом своим рекламируете что-нибудь. Вы зашли в метро, вот то, что Денис рассказывал Мальцеву. И там у вас висят некие дисплеи, на которых реклама кроется. Вот это третья часть. Постойте, а как же охранное виде наблюдения? Разве оно не существует? Скорее всего, если мы говорим про какие-то корпоративные проекты, то вы сталкиваетесь с первой и второй группой. То есть очень частая задача – это сделать корпоративную сеть вещания, это куда-то закинуть аудио-видео или откуда-то получить аудио-видео или сопроводить тот или иной процесс. Значит, первая задачка. Вот ко мне приходит заказчик и говорит, Паш, сделай мне, пожалуйста, вот я сейчас буду делать конференц-зал, сделай, пожалуйста, современный конференц-зал. Я ему спрашиваю, а что такое современный с твоей точки зрения? Он говорит, да я не знаю, в тебе виднее, ты специалист. Я такой, ну хорошо. И вот это современное, и вот что такое на текущий момент? На текущий момент современное, если мы говорим про переговорную комнату, конференц-зал, то это чаще всего некое помещение, где действительно, как говорит Сергей, предыдущий докладчик, проводов уже нет. То есть, по большому счету, действительно, есть два основных производителя – Барка Крикшея, про которую Сергей рассказывал, или Краберская, которая предоставляет нам возможность вещать аудио, видео, слайды, все, что угодно. Какие-то приложения показываются в мобильных устройствах на устройство отображения. То есть, в общем-то, по большому счету, сейчас тенденция такая – все приходят, вот с чем хотят. Никого уже, ну не заставишь пилить лючки в столах, как и раньше в переговорной комнате. Все хотят прийти и со своего планшета быстро отобразить презентацию. Или на свой планшет получить данные какие-то, которые сейчас показываются на экране, с тем, чтобы их законспектировать, пометить себе, сохранить. А это важная тенденция, потому что количество мобильных источников резко увеличилось за последние несколько лет. Сейчас все чаще можно встретить именно ситуацию, когда в условиях переговорной комнаты или конференц-зала руководства только мобильные источники используются, никаких стационарных компьютеров, даже иногда вместо операторов нет как таковой. Чуть-чуть раньше Денис рассказывал, что если у нас есть задачка просто пробросить куда-то сигнал, то действительно мы можем использовать решения, которые в данном случае несколько производителей нам предлагают. Но надо иметь в виду, что это резервный канал. Пожалуйста, не используйте его как основной. То есть все-таки, по большому счету, мы на большое расстояние всегда передаемся по проводам. Но никак не по Wi-Fi. Хотя, ну вот, решение на 30 метров в целом работает. Но! Следующая группа задач, когда нам нужно передать аудио-видео подальше. То есть мы уже выходим за рамки какой-то комнаты одной или за рамки даже вот этого зала, и мы хотим пробросить аудио-видео на какое-то значительное расстояние. Чего нам для этого делать? Классика жанра использования передатчиков по витой паре, когда мы можем цифровой сигнал, не сжатый, передать на 100 метров. А основная проблема, что до некоторого, там, некоторое время назад все эти передатчики работали только друг с другом в рамках одного производителя одной серии. И поэтому, когда, например, мы на тестировании включили передатчики одного производителя, не перейдем к другому производителю с целью посмотреть, но это было случайно, то у одного пошел дым из корпуса. То есть они работают на разных токах, на разных этажах, и на самом деле это некоторое неудобство. Но! Буквально-таки все-таки два года назад случился прорыв технологический. Компания, господи, я все время забываю, как они называются, сделали чипы и технологию HDPST. То есть, по сути, это унификация всех передатчиков по витой паре. То есть это передача не сжатого аудио, видео, управления сети на расстояние до 100 метров, а в некоторых случаях до 180. И важный момент. У вас может быть ситуация, когда разные производители с двух сторон или, например, вы передаете сигнал одной коробочкой, а как бы принимаете сигнал сразу на устройство в этом режиме. То есть, по сути, вы пробросили витую пару пятой категории неэкранированную, поставили коробку, которая вам загнала в эту витую пару аудио, видео, управление и сеть, и воткнули эту коробку непосредственно в проектор, в панель и отобразили это все в не сжатом виде. То есть, на самом деле, это очень удобно, потому что витая пара, ну, как бы она 3 копейки стоит, и, в общем, ее очень удобно использовать. Не надо прокладывать никаких специальных кабелей, зачастую у нас в инфраструктуре какое-то количество резервных витых пар уже лежит. Сама витая пара действительно 3 копейки стоит. Но ведь это по сравнению с приемниками-передачками, которые используются для передачи по витой паре. Идем дальше. Но что делать, если у нас заказчик говорит, если у меня там, например, какая-то ситуация очень больших расстояния, или ситуация, когда у меня есть очень большие помехи в условиях передачи. Завод, не знаю, как еще, лифтовые конструкции. У меня был проект в МИФИ, когда мы никак не могли пробросить сигнал, потому что у них там вот эти, во-первых, у них там где-то под землей атомный генератор стоит, который сильно фонит, мне кажется, до сих пор. Во-вторых, у них лифтовые конструкции, которые создают очень большие помехи. Что делать? Сейчас есть оптика, с помощью которой вы можете пробросить сигнал по мультимоду на километр, а по мономоду на 20 километров. Этого более чем достаточно для того, чтобы закрыть все существующие задачи по передаче аудио-видео на большое расстояние. При этом, я не знаю, почему вот вы все время спрашиваете про шифрование, да, вот кто-то все время интересуется, есть ли шифрование. Но в целом, есть она, конечно, шифрование, но только она, по большому счету, здесь не нужна, ну, потому что вы вот не врежетесь в эту оптику, пожалуйста, используйте ее сколько угодно. Но, что делать, если мы хотим вообще использовать существующую инфраструктуру? Вот нет у нас возможности, например, долго прокладывать провода, нет у нас возможности какие-то специально разбираться со всеми этими штуками непонятными, там, HDMI, HDACP с шифрованием и так далее. Для этого у нас есть передача по IP. Я сразу скажу, что я подготовил для вас коротенькое видео, мы сейчас его тоже посмотрим, но перед этим я расскажу про передачу по сети звука. Дело в том, что сейчас у нас есть две основные технологии передачи цифрового звука по IP, то есть это именно IP, это CobraNet. В нем вы можете передавать 64 канала звука туда и 64 канала звука обратно получать. Но в прошлом году стало понятно, что CobraNet умер, как некий корпоративный стандарт, и по его первенству схватил протокол Данте. Сейчас протокол Данте используется везде. То есть, смотрите, какая история. Здесь вы тоже можете использовать существующую сеть локальную, вы можете передавать 64 канала не сжатого аудио туда и обратно. И самое главное, что производители встраивают эти самые чипы Данте во все возможные устройства. То есть, начиная от микшеров, качая усилителями, колонками, качая, например, платами. То есть, есть готовые, например, сетевые карты и виртуальные сетевые карты, которые вы можете поставить на ноутбук. Условно говоря, вы поставите некий драйвер и он вам дает возможность вещать 64 канала аудио в сети или получать 64 канала аудио в сети. 64 канала это достаточно для того, чтобы развернуть любую сложную систему оповещения. Система оповещения и управление эвакуацией любопытна. И если вот мы говорим про кейсы, то, например, там на Cobra.net и на Данте сейчас делается очень большое количество в России больших объектов, когда реально этого количества хватает для того, чтобы зон сделать нужное, нужно нужное количество. И вы можете по существующей сети передавать звук оповещения, всевозможные голосовые оповещения, аварийные оповещения. То есть, это на самом деле получается очень быстро можно развернуть и очень дешево использовать. И теперь про аудио и видео. Есть у нас стандарт корпоративного такого промышленного, я бы даже сказал, формата. Он называется AVB. AVB-TSN, если быть точнее. Это передача по IP аудио и видео с гарантированной задержкой. В чем проблема передачи по IP в большинстве своем? У вас есть как бы не гарантированная скорость передачи. У вас есть буфер, и этот буфер позволяет вам как бы иметь некий люфт постоянно. Это не очень удобно. А протокол AVB позволяет вам от этого люфта избавиться. То есть, у него есть гарантированное время передачи. Единственная проблема – необходимы специализированные коммутаторы. То есть, нельзя купить во дворе длинковские свитч за 3 копейки, его использовать. К сожалению. То есть, надо использовать экстрим нетворкс, надо использовать циску со специальными последними прошивками. И тогда эта штука у вас заработает. Ну, вот это скорее такое неудобство, которое имеет место быть. Теперь давайте я сейчас попрошу Магдана поставить нам видео, и я его прокомментирую. То есть, вот это видео, оно иллюстрирует возможности передачи по сети двух разных производителей, один из которых использует проприетарные кодеки кодирования, а второй открытые. Я хочу, чтобы вы просто посмотрели и увидели, что, в общем-то, ну, в общем-то, давайте посмотрите на это, а потом я вам задам вопрос по поводу всего того, что вы увидите. Не-не-не, звука там нет, я сейчас прокомментирую просто. Вот я сейчас снимаю один монитор, на один монитор транслируется видео по меди, а на второй монитор транслируется видео по IP, с помощью передачи по IP. Попробуйте угадать, где. То есть, где медь без задержек, а где IP с задержками, перекодированием. Словно говоря, есть монитор слева и есть монитор справа. И сейчас я немножко камерой отъеду, и вы увидите сразу два монитора одновременно. Ну что, где, где что, как вы думаете? Кто за то, что, например, IP справа? Так, а кто за то, что IP слева? Ага, правильно. И еще один вариант – это использование уже крамеровского оборудования, это использование открытых кодеков для передачи. Попробуйте угадать, где здесь, здесь будет проще задача, где здесь медь, а где передача по IP. Да, то есть, вы видите, смотрите, здесь очень важный момент, на котором я хочу акцентировать внимание. Дело в том, что качество передачи, вы не почувствуете разницу в качестве передачи. То есть, визуально вы будете смотреть на эти, там, две панели или два проектора, и для вас видео будет абсолютно идентично по качеству. Разница только во времени задержки. Вот первое видео – это было использование оборудования ДНТВ, собственно, компания «Галант», которая недавно рассказывала. Они используют в своем решении проприетарный кодек, то есть, это закрытый протокол кодирования. За счет этого они умудряются очень сильно сокращать время передачи, время задержки. И она практически не видна. То есть, она вам видна была только потому, что я два монитора поставил рядышком друг с другом. В обычной ситуации мы ее даже не заметили. А второе видео – это, соответственно, использование крамеровского оборудования. То есть, это 264-й кодек или, соответственно, «Инпек-2000». Но у нее очень большая задержка, но, тем не менее, зато интересная. Вот. То есть, это основное отличие. То есть, в том случае, когда вам вот эта вот задержка в полсекунды не видна, вы легко можете переходить в IP. Это получится дешево, быстро. Вы можете очень быстро разворачивать все эти вещания и закрывать кучу задач. А каково при наличии временных задержек управлять, например, поворотными камерами? Ну, и вот недавно, например, в феврале компания «Крестрон» объявила о еще одном интересном решении. Это передача уже 4К-сигнала по гигабитному эзернету с задержкой в два кадра. Это очень мало. Но единственный нюанс, что они занимают фактически всю полосу гигабитного эзернета. То есть, по большому счету, они отжирают примерно 700 мегабит из гигабитного трафика. То есть, ну, в этом случае у вас, по сути, должен быть отдельный линк на эту коробочку. А еще с какой задержкой, ой, еще с какой задачей вы можете столкнуться и какая вам задача может быть легко решена с помощью IP? Когда вам необходимо быстро развернуть большое количество мониторов, причем может быть разных. Это корпоративное ТВ. Пример. У вас есть завод или у вас есть большое пространство, например, несколько этажей вашего офиса. Вам необходимо быстро развернуть корпоративное ТВ, чтобы транслировать разный контент. Вы, собственно, делаете, по сути, стриминг. То есть, вы с нескольких источников стримите сигнал в сеть и потом настраиваете на нужном вам мониторе нужный вам канал вещания. Ну, вот кто-то, я помню, там вот как раз, где я сидел, использует IPTV-шные решения хамелеон. Таких решений сейчас достаточно много. В том числе появляются именно стриминговые решения, с помощью которых эту задачу можно закрыть очень дешево, поверьте мне. Как бы, предвещая вопрос по VLC, очень часто айтишники говорят, я же поставлю бесплатный VLC и буду вещать. Кто-нибудь пробовал реально на объекте разворачивать в боевую вот VLC и использовать? Вот один есть герой. Я пожму вам руку обязательно после моего выступления, потому что это правда очень тяжело. И еще есть одна задача, которую тоже часто мы решаем. Это когда у нас есть зал, и вот у нас здесь есть еще дополнительные экраны, но часто этого не хватает, и с последнего ряда ничего не видно вообще. Там выступающий показывает слайд с текстом, и с последнего ряда его невозможно прочесть. Вот с помощью стриминговых решений, передачи по IP и по Wi-Fi есть возможность у нас транслировать слайды, и вы уже эти слайды получаете на своем телефоне, планшете. Например, делаете скриншоты у себя там на устройствах. Это гораздо удобнее, чем вот вы сейчас сидите и фотографируете меняя эти слайды. Если говорить про передачу по IP, то у нас есть по сути две группы решений. Это использование открытых протоколов и использование закрытых протоколов. Сейчас на рынке достаточное количество производителей, которые делают и то, и другое, вы можете среди них выбирать. И я бы еще хотел отметить, вот тоже несколько вопросов поступало из зала по поводу 4К. Когда я общаюсь с клиентами, я прихожу к тому, что большинству 4К не нужно. То есть, господа, у нас в основном большинство проектов решаются на уровне передачи Full HD контента. То есть, 1920 на 1080. Дело в том, что 4К контент реально нужен только в тех случаях, когда либо вам надо отобразить очень много информации на очень большую площадь и смотреть на нее с очень близкого расстояния. То есть, по сути, я знаю только два основных проекта, типа проектов, в которых 4К разрешение реально нужно. Первое – это ситуационные центры, которые показывают, например, технологический процесс, на котором выводится манимасхема, и нам действительно нужно адресовывать очень тщательно много-много-много деталей. А ведь еще существуют ситуационные центры МЧС, МВД. И, например, рекламные инсталляции на видеостенах, когда действительно нам необходимо, ну, как-то очень красиво показать какую-то картинку, которую мы будем в реальном разрешении показывать на видеостене из ЖК дисплеев или на проекторах. Ну, например, то есть, например, вы же часто видели мейпинг на зданиях, да, вот, в общем, там, 9 мая, там, какие у нас еще праздники, ну, новый год, отображается мейпинг на зданиях. Вот, в общем, часто этот мейпинг идет с разрешением в UHD вам больше не нужно, вы на него смотрите с очень большого расстояния. То же самое в переговорных комнатах-конференциалах. Основными источниками контента для вас являются ваши ноутбуки, ваши мобильные устройства. А в ваших ноутбуках и мобильных устройствах никакого 4К за счетами нет, за счетами там в UHD, и этого, правда, достаточно. Технологически, рынок аудиовидео сейчас и к 4К, и к 8К, и к еще какому-нибудь К готов. Хотя это очень дорого. Но, объективно, в этом реально необходимости нет. Есть еще одна сфера, с которой, может быть, вы сталкивались в последнее время. Это рынок видео 360 и рынок виртуальной реальности. И, действительно, при передаче требуется показывать контент хотя бы с разрешением 6К. Ну, я не знаю, насколько. Вот вы, кто-нибудь засталкивался с виртуальной реальностью или видео 360 в 307? Ну, вот так. То есть, это один человек, прекрасный. А все остальные, скорее всего, до них эти задачи являются очень-очень далекими. Это некий экскурс. То есть, смотрите, мы это тоже есть возможность продавать видео без проводов в рамках одного зала. И для этого у нас есть такие устройства, которые, ну, вот и гиды бьет, да? Под гиды концепции бьет. Это марка Кринше, и это камера ЯКалаш. Есть возможность упринять передачу видео с помощью битой пары с использованием передатчиков технологии HDBST. Это унифицированная технология, которую поддерживают сейчас все производители. Есть возможность пропасывать до 20 километров в случае оптических линейки, использования охарактерических периодов передачи. И можно уходить в IP, если для вас задержка где-то примерно полсекунды не будет критической. В том случае, когда вы строите сеть вещания, она точно не критическая, потому что люди не имеют возможности сравнить. То есть, они просто видят картинку и все они не знают, это задержанная, это задержанная. И сейчас я абсолютно убежден, что в течение ближайших двух лет большинство проектов идет в IP, потому что цены там резко снижаются, и это удобно, и это дешево. Еще есть важное отличие. Дело в том, что рынок ProAV сам по себе сильно сжимается. То есть, сейчас ProAV это как телефония. Странно представить себе офис без телефонии, без электричества. То же самое с аудио-видео. Поэтому компании, которые делают все инженерные системы, они делают и аудио-видео тоже. Ну, это к тому, что если здесь есть интеграторы, которые занимаются айтишными решениями, смотрите на это как-то еще одну из подтвердительностей, потому что совершенно точно она уже как бы идет как айтишная часть. Совершенно точно. Это, наверное, все, что я хотел сказать. У меня еще есть время, я готов отвечать на вопросы, если они есть удовольствие. Знаешь, какая основная проблема в этой сфере пока? Никто не делает нормальный контент. А вот здесь я не могу не согласиться с Павлом, хотя и немного не в тему. В данном случае о качестве контента я хотел бы сказать пару слов на примере видеороликов рынка безопасности. Действительно, осознав силу и мощь YouTube, многие компании начали активно снимать свои видеоролики, публиковать их. Но дело в том, что большинство из них либо имиджевые, которые интересны только самим заказчикам, либо это говорящие головы вебинаров, либо это иллюстрации того, как показывает та или иная камера. И это все. Друзья, такие ролики никогда не будут популярны. Почему? Ну, потому что от них пользы нету. Нету пользы зрителям. Вот об этом речь. Производство контента очень дорого. И вот мы сейчас говорим, да, мы говорим про железки. То есть понятно же, что эти железки отображают какой-то контент. Корпоративное телевидение, видеостены, все что угодно. Отображают какой-то контент. Очень сложно этот контент создавать быстро, свежо, в том числе и обучающий контент. Потому что производство очень дорого. Сколько я знаю справедливо, это для 4К и для 8К контента тоже. Потому что, как бы, телевизор есть относительно дешево, показывать-то, в общем, не особо чего. Это одна из причин, почему 4К сейчас не нужен. Потому что контента в 4К практически нет. Реально вам нечего будет его показывать. То есть вы заходите в видео, и там очень красивый ролик крутится 5-минутный. Но, как бы, вы будете только его и смотреть дома или в офисе, если купите эту самую прекрасную 4К-панель. Вы, как человек, руководитель компании «Каланта», продаете обе стороны. Это и традиционное решение, и традиционная коммутация, и кабели, как вы говорите. Такие решения, которые, насколько я помню, последние 3 года мы как-то с вами пытаемся на форумах продвигать. Расскажите про рынок, потому что, как бы, ну, продается это хорошо. Как у вас упали продажи традиционного «Аттенна» или не упали там, или вот. Вот как, каковы перспективы, то есть? Мы уже говорили об этом в других городах, но по которым мы сегодня в Питере. Да, хотелось бы еще раз услышать. Нет, благодаря СИАС «Эвенгрупп», у меня растут продажи. Традиционные коммутации? Да, и традиционные коммутации в том числе. Спасибо, друзья. Вообще, ситуация следующая. Скорее всего, проще об этом рассказать Павлу. Вот он в свое время даже делал исследование о том, что все уходит в IP. Как быстро уходит, это понятно, мне вот интересно. Оно уходит, там, в 2018 году, в 2020 или в 2050. Потому что ты, я, например, могу не дожить на полгода. Нет, моя оценка два-три года. Почему? Потому что сейчас, как бы, стоимость IP решения пока что сильно выше, чем стоимость передачи по медиа. То есть, на самом деле, пока эти решения используются тогда, когда они действительно целесообразны. Например, там, мне не нужно прокладывать, мне нужно быстро развернуть систему. То есть, вопрос экономической эффективности. Как только стоимость этих решений сейчас еще уменьшится, хотя бы процентов на 30, на 40, все это будет массовая замена существующих решений по передаче по медиа стандартам. Ну что ж, по поводу окончательной и бесповоротной победы IP-веренаблюдения мы слышим уже довольно давно, практически с начала 2000-х годов. Потому что, ну правда, мы же все считаем деньги, то есть это не то, что это модно, красиво, потому что это просто, ну, объективно дешевле и проще в эксплуатации, в продаже. Это все. Сейчас пока это реально дорого. Да, очевидно, но также, очевидно, опять же таки, нет, поскольку я некоторым образом имею к этому отношение, о том, что предубеждения перед IP решениями достаточно сильные. Значит, вообще ситуация следующая. Я соглашусь и откажусь. На сегодняшний день более пользуется спросом, если в разделе КВМ, вот ATEN представлен еще КВМ, более тяжелое железо. Пошел народ на функционал, пошел народ на возможность удаленной работы. Поэтому это IP, однозначно. Возле стойки уже никто не стоит, хотя есть возможность, вот эти вот мониторы с экранами, они популярны. А вот в области видео, да, у нас, мы очень хотим очень продавать много IP, и, как вы видели, рассказывал это решение очень необыкновенно с точки зрения возможностей своих, но больше всего по объему, спасибо за вопрос, традиционных решений про кащу. То есть мы больше всего продаем обычных видео сплиттеров, обычных разветвителей. Я думаю, что, да, доля будет уходить, но есть вещи, которые остаются навсегда. И, по-моему, Павел, он мне сам рассказывал, что в шоу-бизнесе IP пока не будет, да? Долго, нет, в шоу-бизнесе долго не будет, но мы не про шоу-бизнес, да. Ну, да. Я просто имел в виду, что продаем-то мы везде и в разное местоположение, да, и туда, и сюда, и до сюда. Поэтому, на мой взгляд, конечно, тоже будет переход. Скорее всего, я соглашусь года два, ну, на мой взгляд, три. Вот. Но будет уходить в IP. Так что милости прошу, товарищи айтишники, вам дорога открывается новая с большими деньгами. Я за вас. Как много людей вообще использовали в своей компании и продали, может быть, своим клиентам именно передачу аудио-видеосигналов или какое-то там реальное решение, видеостену по IP? Вот из тех, кто здесь представляет IP-бизнес. Есть ли такие? Вы продали? Нет, мы пользуемся. Кто построили сами, расскажи. Мы построили сами, мы пользуемся просто видеоконференцией по всей стране. То есть сидит председатель управления в одном месте и 44 точки присутствия по всей стране слушают и смотрят. Ну, естественно, и абонируют, если нужно. То есть это просто вот так. В IP. Да, это замечательно. Вы с таким скепсисом относились к тотальному переходу на IP. Вот, может быть, вы выскажите еще раз. Я знаю, что есть особое мнение. Ну, никакой скепсис. Потому что мы сами в конце этого года будем представлять IP-бизнес, который и Full HD и 4K мы передавать в виде IP. Тоже жди майна. Вот, поэтому, как я могу сказать, скептиз? У меня нет. Но я хочу сказать, что... Да. Не так все быстро будет. Я думаю, что не 2-3 года реально. Особенно вот эти вот товарищи, которые, как вы сказали, шоу-бизнес. То есть чем закоренели вот... Вот этот вот отрасль шоу-бизнес, тем труднее они будут переходить. И дело не в цене. В TNT, но он стоит копейки уже. Не, у меня есть, что ответить просто. Дело в том, что вот IT-шная аудитория для них, когда я говорю, что это устройство IP-шное, у нее есть IP-адрес, включай его в сеть, настраивай сетевые настройки, используй его как просто IP-шное устройство. Им все понятно. А когда я начинаю предлагать... Сейчас же какая ситуация? Поддержкой решений все равно занимается IT-департамент. Делается какой-нибудь аудио-визуальный конкурс и вешается на поддержку айтишникам. Эти айтишники бедные. О, черт возьми. И когда я начинаю им вешать на поддержку использование именно классических медных решений, и говорю, вот смотрите, тут HDMI, у меня тут шифрование, HDBSD, пожалуйста, попишите EDID. Они на что перестали ругаться и идти куда-нибудь подальше. В этом, иди вместе с этим EDID куда-нибудь. Вот. Поэтому с точки зрения именно использования в IT, айтишные решения более понятны. Я думаю, что айтишные клиенты, они будут скорее драйверами такого перехода, потому что для них гораздо проще поддерживать эти решения. В том-то и речь, что ты говоришь IT. А когда человеку надо сделать такую инсталляцию, он не пойдет в IT-компанию, он пойдет с TC Capital. Да уже нет. Уже все. Нет. Я себя влияю. И даже если он идет в эту компанию айтишную, у них это отдел есть ProAvi, который занимается только ProAvi. И пока еще... Поэтому этот миграция не так быстро... В общем, дело не в цене. Ну хорошо. Дело не в цене. Мне кажется, тут у нас разное зрение, да. Вопрос инердности и технологии. Технология пищи не так отработана. И все-таки она зарабатывала пока. Поэтому многие боятся этого. И нет еще экспертизы и опыта. Наработок еще нет. Еще нет той базы информации. А сколько она проработает? Пять лет. Ну, про экспертизу, кстати, это правда отличная тема. Дело в том, что... Поэтому... Это... Это новизна, как всегда так. Даже если она супер. Или надо придумать айфон в этой области. Вот тогда все рванут и купят. Потому что все захотят. Коллеги, если возникли вопросы, давайте попытаемся вместе ответить на них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА